Частенько тюнинг ателье Dayton Wirewells сталкивается с восстановлением и ремонтом абсолютно разных автомобилей, которые не являются редкими или оригинальными, чтобы оправдать дорогую реставрацию, но зато достаточно прочными, чтобы не выкинуть их на свалку. Так что же можно сделать с подобным экземпляром? Ну, можно забить на финансовые вопросы и просто восстановить оригинал. Даже скажу больше, 100% оригинал от и до. Правда, не всегда у заказчика есть такие возможности и средства, но зато есть желание дать автомобилю вторую жизнь. Форд Фаэтон 1937 года выпуска был найден в сарае, вниз по дороге, недалеко от штаб-квартиры Dayton Wirewells и был приобретен, чтобы стать экспонатом для Сема. Конечно, от машины осталось одно название и немного кузова. Чтобы понимать, сколько работы выполнили парни, просто посмотрите на фото. Как многие наверняка знают, Фаэтон – открытый кузов легкового автомобиля с мягким открывающимся верхом. Правда, значение термина со временем существенно эволюционировало. К тому же следует иметь в виду весьма существенные различия между национальными терминологиями и наличие так называемых фирменных обозначений, зачастую конфликтовавших с общепринятыми. Наиболее распространенным этот термин был в довоенные годы, обозначая открытый автомобиль с черными боковыми дверьми без подъемных стекол. Обычно в непогоду вместо них к боковине пристегивалась на кнопках брезентовая шторка со встроенными окошками, как правило из целлулоида и складным мягким верхом. Название прижилось от легкого открытого конного экипажа, от которого название перешло на автомобиль, позднее приобретя самостоятельное значение. А вот как он выглядел в свои лучшие годы. До нас кто-то уже пытался приложить руки к машине и вовремя остановился. Нас спасло, видимо, отсутствие конкретных задач и целей. Мы продолжили начатые работы и это оказалось удивительно гармонично. Перед нами все же достаточно интересный и редкий автомобиль из-за установленного второго стекла перегородки между передними и задними сидениями. Истина заключается в том, что в таком виде автомобиль сошел с конвейера. Конечно, проведенные работы обошлись недешево, но уверен, что мы сделали наверняка больше, чем могли бы, чтобы вернуть его обратно на дороге общего пользования. И не просто вернуть на дороге, а возродить былой шик и внимание. Поменяли полностью шасси, установили новый двигатель V8, подлатали полы и, конечно, заменили тормоза. Это если грубо подвести итоги всех выполненных работ. Так как он должен был ехать из Цинциннати, штата Гая, в Лас-Вегас, штат Невада, а затем удивить тысячи посетителей на Сема, то все работы кажутся вполне необходимыми. Хотя, конечно, тормоза были модернизированы только для повышения производительности и безопасности. Сема – это выставка специального оборудования в автомобильной промышленности. Ежегодно проходит в Лас-Вегасе, США. Первоначально с 1967 года проводилась в Лос-Анджелесе. Выставка закрытого типа. Случайные посетители на нее не допускаются. Все желающие посетить мероприятие регистрируются через форму на официальном сайте. Является одной из главных выставочных площадок автомобильного бизнеса, так как охватывает не только прототипы, но также оборудование, тюник, инструментарий и запчасти для авто. Пришлось установить современную коробку, чтобы поездка по шоссе на крейсерской скорости была достаточно комфортной. Если вы внимательно изучите машину целиком, то вы заметите действительно все интересные детали, которые они добавили, а их немало. Вроде мелочь, а сколько в них шарма и индивидуальности. Машина самостоятельно проехала весь путь к Сема в 2007 году. Туда обратно прокатиться и показаться на выставке вышло почти 4000 миль. Если у вас есть старый амбар с автомобилем, то приложите немного фантазии и работы. И он наверняка порадует не только вас, но и окружающих. Ведь улыбка на лице дорогого стоит. Так что категорически рекомендуем заниматься только любимым делом и получать от этого удовольствие. В конце концов автомобиль был выставлен на ebay с текущей ставкой в 19000 долларов. Спустя неделю машина была продана за 25000. Не берусь судить много это или мало, но как вы знаете, на каждый товар всегда найдется свой покупатель. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok